300 работ, объединенные одним замыслом, все они выполнены из материалов, которые с легкостью могли бы оказаться в мусорном ведре. Но авторы экспонатов посчитали, что бытовым отходам можно дать новую жизнь. Здесь встречаются лампы из ненужных игрушек, букеты цветов из пакетов, множество вещей из пластиковых бутылок. Количество участников в конкурсах «Ламарт» по сравнению с предыдущими годами увеличилось в разы. Конкурс пользуется неизменным успехом у жителей Ленинского района. «Представляют свои поделки, свои работы, как коллективы, так и отдельные участники. Очень много детских садиков, школ, центров детского творчества представляют свои работы. И привлекает внимание, конечно, то, что самые, пожалуй, необычные вот такие вот вещи, которые мы выбрасываем в помойку, в мусорное ведро, находят вдруг свою вторую жизнь». Конкурс «Ламарт» в районной библиотеке проходит в шестой раз. С годами число номинаций увеличивается. В этом году оценивать работы жюри пришлось в четырех номинациях, в каждой из которых предусмотрено по три призовых места. А самая лучшая работа получит Гран-при. Конкурс входит в районную программу экологической безопасности и призван привлечь внимание людей к проблемам экологии. «Те материалы, из которых делаются поделки, очень долго разлагаются, а здесь, допустим, и дают вторую жизнь вещам, и то есть людей радует еще, как говорится, какое-то время». Учитывая эстетический вид поделок, сложность и оригинальность экспонатов, Гран-при в этом году жюри отдало работе Лукоморье. Ее представила Видновская вторая библиотека. В номинации «Детское творчество» победила подделка детского сада «Солнышко». Остальных победителей жюри пока еще не выбрало. До 30 октября все работы будут находиться в районной библиотеке, поэтому у всех желающих еще есть возможность с ними ознакомиться. Юлия Погосяна, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видное ТВ.